Это древние египетские фрески. А это часть древней стеллы, найденной на другом материке в Гватемале. Древние рисунки из Индии, Китая, Африки и Северной Европы. Везде заметен один и тот же мотив. Змеи, подобные божества, летают, ходят среди людей и принимают человеческие жертвы. Эти статуэтки датируются третьим тысячелетием до нашей эры. Так древние шумеры изображали богов, которым они поклонялись. Глиняные изображения не похожи на человека. У них совершенно иные, чем у людей, пропорции. Очень широкие плечи, узкий таз и длинные плетевидные ноги. Но больше всего поразили ученых их головы. Потому что это были головы ящеров. У каждого народа есть мифы о разумных пересмыкающихся. У нас Смей Горыныч в Азии дракон. А в древней Индии это наги. Это огромные змеи, которые живут во дворцах подземного царства. Наги были уникальны тем, что умели превращаться в людей. И сегодня у нас есть основания полагать, что древние мифы и легенды не вымысел предков. А вдруг когда-то на нашей планете действительно существовала раса драконов? В мире много тайн. Одна из них будет раскрыта сегодня. Теория Дарвина опровергнута. Человек. Это результат эволюции или эксперимент генной инженерии? Как у человека сто тысяч лет назад появился уже готовый мозг? Как выглядят подземные правители, управляющие нашим сознанием? Они на двух ногах, но лица у них вот именно как у рептилии. Крымская аномалия. Кто строит заводы на километровой глубине и охраняет вход в логово драконов? Вот это то, что я слышал, это просто, понимаете, страшно. Опасный маршрут. Экспедиция программы «Тайны мира» уходит под землю. Проверяем затопленный тоннель. Возможно, есть какие-то ходы. И находит в глубинах Черного моря древний артефакт. Он пушил какого-то твердого дельфина и сломал дух. Мир под властью рептилий. Каково истинное лицо олигархов, президентов и королей? То, что сейчас называется миром нового порядка, является планом рептилий. Тайны мира. Раса драконов. Неужели только мы, разумные на планете? Есть версия, что нет. И сейчас я говорю не об инопланетянах, которые посетили Землю. По мнению некоторых исследований, задолго до возникновения человека на Земле обитала цивилизация разумных рептилий. Или, как их называют ученые, серпентоидов. Откуда в культуре народов, которые разделены океанами, почти одновременно появляются образы змей и драконов? Вряд ли это простое совпадение. Взглянем на рентген беременной женщины. Плод в чреве матери имеет форму рептилии. Девять месяцев он развивается в теплой водной среде, очень похожей на ту, в которой существуют земноводные. А вот так, рисуя переплетенных змей, древние изображали зарождение жизни. Современные ученые представляют жизнь, как переплетение змееподобных цепочек ДНК. Несколько лет назад русский ученый Анатолий Стегалин пришел к сенсационным выводам. Задолго до нас на планете возникла раса разумных змееподобных существ. У них есть умелый мозг, они делают все мозгом, то есть им вообще конечности не нужны. Мы знаем таких существ, которые живут без конечностей, это змеи. А змея по латыни серпента, отсюда и появилось название серпентоид. Биолог Анатолий Стегалин верил в теорию Дарвина, пока не натолкнулся на странный феномен. Никто из ученых до сих пор не объяснил, почему мозг человека вдруг совершил грандиозный скачок в развитии. Как у человека сто тысяч лет назад появился уже готовый мозг. То есть это не является процессом, он не рос постепенно на протяжении миллионов лет. А вот он, бабах, появился и за это время он уже не меняется. Эволюция кончилась. Анатолий Стегалин предполагает, что помочь человеку в его развитии могли змееподобные существа, которые появились на Земле еще 270 миллионов лет назад. И обладали очень высоким интеллектом. По данным исследователей, в наших генах находится 221 ген чужеродного происхождения, которого нет ни у какого другого живого существа на Земле. Мы имеем добавочно 221 чужеродный ген. Не знаю, какого это происхождения. То ли это, одни говорят, рептилоиды, другие еще кто-то. Кем бы ни было, эти чужеродные гены кем-то были осмыслены, в нас внедрены. Эту теорию поддерживает украинский ученый Антон Анфалов. Доцент Симферопольского государственного университета считает, что змееподобные существа живут рядом с нами, в подземных городах, которые они построили на большой глубине. Они залезли туда, и там спокойно продолжают жить остатки вот этих очень древних, могущественных, мудрых рас, которые над нами просто смеются, над поверхностными невежественными жителями, манипулируют нами, как хотят. Они мастера иллюзий, они могут менять форму, представать в человеческом обличии. Тайны мира. Раса драконов. Полуостров Крым. В пятом веке до нашей эры здесь располагались крупные античные центры. Херсонес Таврический и Боспорское царство. Сегодня Крым известен своими курортами и пещерными городами. Однако исследователи этих мест считают, полуостров изучен не до конца. Под ним находится целая сеть загадочных подземных тоннелей, связанных между собой. Ученый Антон Анфалов утверждает, что именно в Крыму генетики-серпентоиды проводили первые эксперименты над людьми. Такая раса существует. Она с незапамятных времен живет в этих подземных комплексах. А мы фактически, как муравьи, как какие-то насекомые, ползаем по шкурке яблок и не знаем, что в этом яблоке внутри находится. Исследователи уверены, в Крыму есть тщательно замаскированный вход в подземную страну серпентоидов. Через него змееподобные существа проходят в наш мир. Но может ли человек проникнуть в логово драконов? Наша экспедиция собирается проверить эту гипотезу. Корреспонденты программы обследуют таинственные пещеры полуострова и горы, в которых люди встречали странных существ. Далее в нашей программе. Кто охраняет систему тоннелей в Крымских горах? Сейчас оттуда вылезут какие-то монстры и начнут нас тут жрать. И что они прячут от посторонних глаз? В них стояло несколько аппаратов в виде сигар больших, в виде чечевиц и шаров. Дайные знаки и следы загадочных существ разбросаны по всему полуострову. Здесь мы можем наблюдать, как царапины оставшиеся от когтей. Экспедиция программы тайны мира отправляется в Крым. Представляете, есть версия, что именно под Крымом, в пещерах, родилась цивилизация змея-ящеров. Более того, там до сих пор существуют базы так называемых серпентоидов, разумных, змеевидных существ. Горный комплекс Крыма считается заповедной зоной и производственная деятельность здесь запрещена. Одним из доказательств существования расы драконов исследователи считают странный техногенный шум, который постоянно доносится из глубины крымских гор. Представьте себе для сравнения большой анародный коллайдер. Лаборатория ядерных исследований ЦЕРН в Европе. Вот что-то похожее, только на огромной глубине. То, что я слышал, это просто, понимаете, страшно. Вот это... Вот такое вот... А еще немножко шипение. Вот просто вообще такое впечатление лично у меня субъективное было, что сейчас оттуда вылезут какие-то монстры и начнут нас тут жрать. Исследователи проверили разные версии. Гул ветра в пещерах, подземный водопад. Привлекали ученых, спелеологов, биологов. Все как один утверждали, шум явно неприродного происхождения. Ученый показывает нам уникальную карту полуострова. Горные вершины соединяет множество линий. Антон Анфалов уверяет, под полуостровом находится подземный город. А линии на карте – это тоннели. Есть система, есть тоннели, есть обеспечение всего, и сырьевая база, процесс переработки, да, производство и так далее. То есть все не просто так. И целый технологический цикл. Это целые заводы, комплексы, склады, помещения, оборудование, там инфраструктура, вся вот эта подземная система мехрана. Еще один необычный факт, на который обратили внимание исследователи. Над горами Крыма часто появляются неопознанные летающие объекты. Первый большой объект пролетел со стороны моря. Да, объект был такой чечевицеобразной формы, размером около полукилометра. И где-то около 100 метров высотой. Инженер из Симферополя Виктор Здоров уверяет нас. Он лично видел жителей подземного города. Встреча произошла несколько месяцев назад в районе горы Карадак. Они на двух ногах, но лица у них вот именно как у рептилии. Голова как у барана, но рептилия. Вот, чешуя, есть гребень идет. Чешуя темная такого, темно-коричневый или черно-коричневый цвет. Рост у них от 80 сантиметров до метр двадцать. Вот, гребешок, хвостик такой, ну как обычные вот прямо ходящие рептилии. Что произошло с ним дальше, Виктор объяснить не может. Говорит, на время потерял сознание. А когда очнулся, опять увидел вокруг себя змееподобных существ. Но территориально он находился уже в другом месте, похожем на космодром. В них стояло несколько аппаратов в виде сигар больших, в виде чечевиц и шаров. Народу было много тамошнего. Кроме этих серых человечков и маленьких рептилий, вот, среди них были похожие на шимпанзе существа, такие волосатые. Ученый Антон Анфалов доказывает, этот случай контакта человека с рептоидной расой не единичный. Были контакты в Америке, во Флориде, в Небраске. Там видели прямо вот этих вот карликов. У них символ дракон. Буквально вот на одежде у них, как нашивка на комбинезонах. Сами эти карлики маленького роста, вертикально у них зрачки, чешуйчатая кожа в комбинезонах. Но что же заставило расу драконов уйти под землю? И действительно ли под полуостровом Крым располагается их база? Экспедиция программы «Тайны мира» отправляется на поиски доказательств существования таинственной цивилизации, обитающей в Крыму. Мы направляемся на юг полуострова, к горе Бойко, где чаще всего слышат странный подземный гул. Дорога проходит среди гор. Этот каньон называют «Змеиной балкой». Существует легенда, что в древние времена в этом месте обитал огромный змей, которому раз в полгода жители близлежащих сел приносили жертву самых красивых девушек. На скалах отчетливо видны отверстия правильной геометрической формы. Помните, там дыра в скале? Стопроцентное искусственное образование. Кому понадобилось, вот там вот это дело для чего? Вот это тоже историческая загадка, большая Крыма. На пути к горе Бойко находится еще одно загадочное место – Качикальон, древний пещерный город. Здесь было поклонение как богине с чешучатыми ногами к змеям. Если посмотреть на эти скалы, то видно полости, по которым, возможно, эти существа здесь лазили. Но кто мог возвести целый город в монолитных скалах? Ясно одно, что древним людям высечь подобные помещения в скалах было не под силу. Здесь мы можем наблюдать, как вот царапины оставшиеся от когтей, потому что дальше мы видим, что стена уже начинает идти более полая, ровная. И также вот эти вот непонятные дыры между пещерами, которые их соединяют, и явно они для обычного человека были бы неудобны для перемещения. Наша экспедиция находит новые доказательства существования здесь древней расы разумных ящеров. Но как связать древние мифы с выводами современных ученых о том, что змееподобные существа и по сей день живут в подземельях Крыма? И как объяснить таинственный шум, исходящий из подземли? Смотрите после рекламы. Как древние монстры вывели элиту современного мира? Императоры были генетическими потомками бога-змеи. Падение в бездну. Где искать логово драконов? Дальше тоннель уходит под воду и куда ведет неизвестно. Можно разобраться только с оболоном. Как пройти в подземный город? Мы нашли секретные коммуникации, которые ведут к заводам змеи-ящеров. Скорее всего, что вентиляция. А вентиляция что может быть? Это подземные города. Давайте обратимся к популярной сегодня теории английского исследователя Дэвида Айка. Бывший комментатор BBC уверен, то, что сейчас называется миром нового порядка, является планом рептилий. По его версии, они не только хотят создать хаос на земле, но и подчинить себе мировое правительство. Гипотеза, на мой взгляд, совершенно фантастическая. Но ученые находят все больше доказательств в ее пользу. Бывший комментатор BBC считает, что современным миром управляют совсем не президенты, не банкиры и не нефтяные магнаты. Все эти люди только прикрытие, а возможно и просто иллюзия, которую внушили всему миру его настоящие хозяева. Дэвид Айк говорит, что на самом деле на земле господствует раса драконов. Мало того, для управления миром они вывели особую породу людей. Гитлер, Черчилль, Сталин, Маудзедун и Хамини, всех их считает Айк, объединяет одно странное свойство. Если у вас есть способность сопереживать, то у них ее нет. У них полностью отсутствуют эмоции. У рептилоидов нет чувства жалости. Именно отсюда происходит божественная сила правления. В древнем Китае считалось, что все императоры – генетические потомки бога-змеи. Китай, по мнению англичанина, это модель идеального общества, как его представляют рептилии. Культ дракона, стремление к мировому господству, дешевая рабочая сила и тайные связи с финансовой элитой других стран. Это не рецепт экономического чуда, говорит Айк. Это результат правления змееподобных существ. Китай – основной центр тайного заговора рептилий. Не случайно Рокфеллеры и Ротшильды и другие им подобные имеют тайные связи с Китаем. Китайское общество основано на драконе, и развитие символики рептилий в Китае масштабно. В России эту теорию поддерживают многие исследователи. Ученые говорят, что древний разум, создавший динозавров, вполне может контролировать целые регионы планеты. И вот, возьмите практически любую страну, Америку, Англию, Россию и так далее, там везде китайские диаспоры. Вот даже недавно великий Худзинь Тао, председатель госсовета КНР, прилетал к нам в Крым. То есть у китайцев тоже интересные есть виды на Крым, и на то, что здесь происходит, они тоже этим интересуются. Что же так заинтересовало китайскую делегацию в Крыму? И что скрывают эти горные вершины? Экспедиция программы «Тайны мира» продолжает расследование. Это самое пустынное место в Крыму. Как на полуострове, где каждый метр земли на вес золота оказалась огромная незаселенная территория. История. Историки говорят, здесь не всегда была каменная пустыня. По древним легендам, это очень древнее старое место, на котором якобы существовал священный город. Спелеологи, редкие туристы и случайно забередшие туда путники очень часто отмечают аномальные явления. Происходят скачки во времени. Искать дорогу по местным ориентирам невозможно. Камни, кусты, скалы – все это словно перемещается по долине, исчезает и снова появляется. На плато у путешественника только два надежных друга – карта и компас. Не обращая внимания на обманчивые скалы и камни, мы выходим к пещере Крубера. Ученые установили, что подземные ходы здесь тянутся на сотни километров. А сама система пещер до сих пор не изучена. Мы наконец-то достигли той пещеры, которую хотим исследовать. Вот сейчас готовимся к спуску, достаточно опасному. Перед нами колодец, глубины которого мы даже не знаем. Предполагается, что отвесная шахта заканчивается где-то в 60 метрах от поверхности. Мы ищем вход в подземную страну драконов. И, похоже, экспедиция на верном пути. Через час после начала спуска экспедиция достигла дна колодца. Спелеологи взяли с собой самое прочное оборудование. Сейчас никто не уверен, все ли вернутся на поверхность. Павел Петренко не первый год изучает крымские пещеры. В пещере Крубера он побывал в прошлом году и столкнулся со странным явлением. Не гул даже, а ритмичный, как барабанные такие удары. Как будто где-то музыка играет, только музыки не слышно, а идут басы. А именно вот такие вот бу-бу-бу. Ощущение такое, что где-то там внизу, там подо мной, под толщей, как говорится, породы, происходит вот такая вот, как музыка, мелодия, только слышны барабаны и нет. Через два часа напряжения и страха спелеолог спросил у напарника, слышит ли он этот странный шум. Каков же был его ужас, когда он получил ответ. Спросил, и напарник подтвердил, что действительно, он тоже боялся у меня спросить, потому что думал, может быть, это у него одного. Оказывается, это как бы было у нас двоих. Вот, ну как бы мы действительно это прислушивались, это было в полной тишине. До этого я пещер много прошел, на самом деле и Кавказ, но не было такого. Видимо, мы еще не достигли самой глубокой точки пещеры. Под нами вполне может находиться более обширная и совершенно не изученная система тоннелей. Проверяем затопленный тоннель. Возможно, есть какие-то ходы. Вода доходит нам до колен, а через несколько метров экспедиция идет уже по пояс в подземной реке. Мы были готовы к путешествию под землей, но не под водой. Никто не подозревал, что для поиска входа в подземный город нужно оборудование для дайвинга. Дальше тоннель уходит под воду и куда ведет, неизвестно. Можно разобраться только с оболадом. Шум подземных городов иногда слышен и на поверхности. Село Аромат находится у подножия горы Бойко. О том, что под горой происходит что-то аномальное, свидетельствуют многочисленные показания очевидцев, которые видели над ней НЛО и слышали странные звуки в ее окрестностях. Я ехал по дороге и какой-то объект непонятный какой, без шума, без света, без ничего, вечернее время суток, он прям каким-то давлением на меня надавил и ушел в Бойко. И как он в Бойко ушел в гору и пропал. Анатолий Ахиллов живет прямо у подножия горы Бойко. Бывший циркач-акробат, он переехал сюда из Москвы несколько лет назад. Анатолий рассказывает, что как только перебрался в новый дом, он стал слышать глухой подземный гул. Сейчас уже привык, а поначалу было страшно. Конкретно такой короткий гул. У-у-у, остановка, у-у-у, остановка. Когда лежишь, голова на подушке, и вот чувствуешь, что с земли идет. Определить четко, откуда, ну кроме гореть, здесь больше нечем гудеть практически. Вместе с Анатолием Ахилловым экспедиция программы «Тайны мира» отправляется на гору Бойко. Подъем на вершину занимает несколько часов. Анатолий ведет нас к месту, которое он сам нашел совсем недавно. Анатолий уверен, это отверстие – тайная система вентиляции подземной базы змеи-ящеров. Обычные пустоты, которых много под землей, не создают воздушных потоков. Значит, этот канал сообщается с неким помещением, которое нужно проветривать. Кроме того, вентиляционная шахта имеет следы маскировки. Ну вот смотри, вот это шахта. Да, вон там пустотка видно, что это все забрасывалось туда. Спрашивается, само оно не мало. Значит, заложили. А раз заложили, значит, что-то есть, скорее всего, что вентиляция. А вентиляция что может быть? Это подземные города. А я говорю, что заложено, потому что если бы это было само упало, то это нереально. Камни сами сюда залезали в глубину. То есть кто-то заложил. Вот это дело, вот этими камушками. Вот, пожалуйста. Вот, и вот видно туда-сюда. Кому нужна промышленная вентиляция в горах Крыма? В этом районе даже в советское время не было ни военных баз, ни крупных предприятий. Хотя именно в советское время предпринимались первые попытки исследовать феномен горы Бойко. Еще в 30-е годы власти военные, НКВД знали про эти ходы, спецслужбы, все советские, и скрыли этот факт. А возможно, кто-то на них воздействовал психическими методами, чтобы они этот факт скрыли, да? Если они выполнили роль марионеток, а кукловоды были где-то, да? Смотрите после рекламы. Что общего у современных манекенщиц и рептилоидов? Они поклонялись мне ногой богине Деве. Подводная война. Кто убивает черноморских дельфинов и до смерти пугает моряков? У него пасть такая, диаметр метр. Мы нашли древний алтарь со следами человеческих жертвоприношений. Кости пролежали долгие-долгие тысячи лет в этом месте. Семь тысяч лет назад на территории Крыма жил древний народ – тавры. Они поклонялись мне и ногой богине Деве, приносили ей в жертву пленных мореходов и красивых девушек. Наши корреспонденты нашли в тайной пещере, куда не ступала нога человека тысячи лет, древний алтарь. В древних капищах, расположенных глубоко в горах, тавры поклонялись богине Деве, владычице земли, воды и всего живого. Она изображалась в виде змеевидной ящерицы с женской головой. Означает ли это, что древний народ боготворил одну из представительниц расы драконов? У тавров партируется богиня Дева, это основная богиня тавров, но существуют версии, что действительно она не столько была змеинога, сколько именно здесь был культ поклонения энергиям земли, которые называются путь дракона. Богиня древних тавров, живших на полуострове тысячи лет назад, поразительно похожа на странные статуэтки из Месопотамии. Получается, что два никак не связанных этноса обожествляли худых женщин с длинными ногами. Совсем как наша цивилизация сейчас. Экспедиция программы «Тайны мира» находится в одном из самых загадочных мест Крыма. О таинственной пещере Енисала ходит немало легенд. Несколько лет назад здесь бесследно исчезла группа туристов. Наши проводники Андрей Фамошев и Вячеслав Заботин исследуют Крым в поисках артефактов, оставшихся от тавров. Они уверены, в пещере Енисала находилось святилище древнего племени. Чтобы попасть к месту, где когда-то находился алтарь тавров, нужно приложить немало усилий. Расщелина в скалах слишком узкая. От центрального тоннеля идут ответвления, но проникнуть в них невозможно. Все они завалены камнями. Древние умели очень хорошо маскировать входы в свои подземные лабиринты. Легенды говорят даже о том, что можно нажать камень, и стена отходит в сторону. Поэтому вполне возможно, что хоть имеет свое продолжение. Пещера напоминает умело построенный лабиринт. Спиться с пути здесь очень просто. Но наши проводники уверенно ведут нас по основному коридору. Без специального оборудования спускаться туда мы не будем, потому что мы не знаем, куда ведет этот ход. И нас там вполне могут ждать какие-то неожиданности или даже какие-то ловушки. И вот мы в центре каменного зала в глубине пещеры. Наш проводник Андрей Фомашев утверждает, что именно в этом месте располагалось святилище тавров. Именно здесь они поклонялись своей змея-ногой богине и приносили ей в жертву людей. Да, действительно, кости. Но я в этом не специалист, но видно, что кости пролежали долгие-долгие тысячелетия в этом месте. Кости, найденные на месте алтаря тавров, мы решили отправить на экспертизу. Могли ли они сохраниться здесь с незапамятных времен? Или жертвоприношения в этой пещере продолжаются? И змея-ногая богиня где-то рядом. В этом месте, в нижнем зале, у алтаря, происходит очень странное и удивительное явление, замеченное многим и проверенное. Что вот здесь, вот возле этих охранников-сталагнитов, если выключить свет и посидеть 15-20 минут, в полной темноте и тишине начинают проявляться какие-то непонятные звуки. То ли это какой-то говор, какие-то обрывки разговора на непонятном языке, то ли музыка. Легенды и сказания о разумных змеи-ящерах, обитающих на полуострове Крым, во время нашей экспедиции мы слышим буквально на каждом шагу. Местные жители уверены, что в водах Черного моря, омывающего Крым, живет огромное чудовище, похожее на дракона. Океанолог Анатолий Таврический вот уже несколько лет охотится за крымским змеем. Чудовище, кстати, здесь называют блэки из-за цвета чешуи. Мне более часто встречается вон посолок Рыбачье, бывший Туак. Там была сцена, когда вышли рыбаки. Тот смотрит, что-то плывет. Он смотрит, говорит, ну как, громадная такая голова. И вот это, среди лодок, появляется змей, открыл пасть, и вот все эти 20 человек, которые были в лодках, орали. Они, во-первых, почувствовали все дикий ужас. Все трех человек пришлось везти в больницу и выводить из шока. Блэйки регулярно нападает на рыбаков. Со страшными следами охоты чудовища местные жители сталкиваются регулярно. Этим летом в районе поселка Коктебель на берег были выброшены десятки мертвых дельфинов. Их туловища были растерзаны. На них остались следы исполинских зубов. На Черном море начался мор дельфинов и массовый выброс на берег. Почему, совершенно непонятно. Характер самих вот этих укусов позволяет предполагать именно воздействие зубов. Блэйки все чаще выбрасывает на берег недоеденную добычу. Зачем морской змей это делает? Пугает людей или пытается о чем-то предупредить? Смотрите далее. Доказательство существования подводного монстра. Он пушил какого-то твердого дельфина и сломал зуб. Раса драконов. Гипотеза или научный факт? Что скажут эксперты? Они принадлежат прачеловеку. Что приготовили рептилии для человечества? Они всегда требовали человеческих жертвоприношений. Океанолог Анатолий Таврический уверен, крымский змей прячется в подводных пещерах. Он сам не раз погружался на дно Черного моря и видел их своими глазами. Исследователь считает, что горные и подводные пещеры связаны между собой. Вместе с Анатолием Таврическим мы отправляемся на поиски следов Блэки. Наша экспедиция совершит погружение у мыса Айя неподалеку от бухты Балаклава. Мы будем ходить вдоль гряды мыса Айя, искать на глубине вход в эту пещеру, где выход с пресной воды. Здесь бывает замечание нашего кородавского змея. Анатолий Таврический уверяет, что в окрестностях мыса Айя, мыса Сарыч, а также поселка Рыбачье, чаще всего встречают морского змея, поскольку именно в этих местах он охотится. Эти места опасны для аквалангистов. Рифы, острые, как бритвы края камней, и сильный прибой превращают даже короткое погружение в рискованное предприятие. Опустившись до глубины 30 метров, наша экспедиция действительно увидела множество подводных пещер. Пробуем заглянуть в одну из них, но Анатолий Таврический предупреждает, это очень опасно. В прошлом году таким образом здесь погибли двое аквалангистов. Их словно затянуло вглубь пещеры. Тела людей до сих пор не нашли. Наша экспедиция очень внимательно осматривает дно в надежде обнаружить любые следы черноморского морского рептилоида. Сей архефакт, форма треугольная. Он отпушил какого-то твердого дельфина и сломал зуб. Это зуб Блэки. Этот предмет, найденный нами рядом с одной из подводных пещер, действительно напоминает огромный зуб. Мы решили проверить версию Анатолия Таврического. Зубы рептилий похожи на наши. Они имеют такую же форму. Неужели этот зуб, который нашел наш корреспондент, пролежал на дне Черного моря миллионы лет? А может быть, это клык крымского змея? Мы предварительно отдали наши находки на экспертизу и сейчас узнаем, кому на самом деле принадлежат зуб и кости, найденные в одной из пещер. Дмитрий Аксенов, исследователь аномальных явлений, изучает следы древних цивилизаций. Эксперта очень заинтересовал биологический материал из подводной пещеры. При помощи метода радиоуглеродного датирования он смог определить возраст предмета. По форме этот зуб напоминает человеческий, но его огромные размеры указывают на то, что этот зуб принадлежал какой-то большой рептилии. Проведенная экспертиза показала, что этот зуб достаточно молодой, ему не более 100 лет. В это трудно поверить, но похоже, что змей Блэки не выдумка мореплавателей. Гигантская змееподобная рептилия неизвестна науке, но это не отменяет факта ее существования. Кости, найденные у алтаря змееногой богини, также прошли экспертизу. Кости очень сильно напоминают человеческие, скорее всего, они есть человеческие, но в их составе очень много сероводорода. Они буквально состоят из сероводорода. Скорее всего, они принадлежат прачеловеку. Могли ли древние тавры приносить в жертву людей, или эти кости принадлежат человекообразному обитателю самой пещеры? Возможно, древние рисунки, на которых драконы, рептилии и змеи поедают людей в компании жрецов, не фантазии доисторических живописцев, а зарисовки с натуры. Если посмотреть, откуда начинается история человеческих жертвоприношений и каннибализма, согласно, например, легендам Зулу, то каннибализм не существовал среди людей, пока не появились эти существа. Кроме того, где бы ни говорилось о боге рептилии или змее, в древних свидетельствах есть еще одна общая черта. Они всегда требовали человеческих жертвоприношений. Вряд ли для змееподобных существ кровавые жертвоприношения были жизненно необходимы. Скорее всего, поедая людей, они ритуально подчеркивали свое превосходство. Ведь они могут внушить миру любую иллюзию. Рептилоиды, в общем, они эксплуатируют нашу Землю, питаются нашей энергией, то есть эмоциями. Вот я думаю, что почему на Земле идут многочисленные выбросы отрицательной эмоции, это войны и так далее. Когда человек выбрасывает массу энергии, они собирают, как мы укур яйца собираем. Авторы гипотезы о мировом заговоре рептилий уверены, люди пока еще не догадываются, кто на самом деле управляет Землей. Ведь внешние истинные хозяева планеты никак себя не проявляют. Кроме того, они забирают у нас не нефть и природные ресурсы. Их цель – энергия, которую мы не видим и не умеем использовать. В 1873 году французский археолог-любитель Агюст Леп Лонжон отправился на полуостров Юкатан с целью пролить свет на загадку происхождения цивилизации майя. И вдруг он натыкается на необычный текст. Документ достаточно прозрачно намекает на то, что майя – народ не местный. Они – предки пришедших сюда издалека беженцев. И бегство этих людей было вынужденным, так как истинная родина погибла в результате страшного глобального катаклизма. В то же время в предгорье потухшего в доисторические времена вулкана Шаста в Калифорнии были замечены некие странные человекоподобные существа. Время от времени эти существа возникали из ниоткуда в поселениях горняков. Требовали продовольствия, предлагая взамен огромные золотые слитки. При этом жестами объясняли, что они – потомки уцелевших представителей некой древней цивилизации, чей континент погиб под водой. Когда к вулкану отправилась экспедиция ученых, существа исчезли. Навсегда. И, наконец, уже в первой половине 20-го столетия научному сообществу были представлены расшифрованные таблички из древнего монастыря. Те самые, которые бенгальские ламы показали британскому офицеру и исследователю Джеймсу Чорчварду. Все это явно наводило на мысль, что в истории мироздания нашей планеты не все так гладко, как пытается в этом убедить академическая наука. И что должна была существовать некая цивилизация, которую можно считать самой первой на Земле. И откуда пошел род человеческий. Но возможно ли такое? Я еще помню, когда в школе нам учитель истории объяснял, да и в учебниках говорила, что человек появился 100 тысяч лет назад. И мы в это верили. Уже когда я заканчивал школу, уже говорили, да нет, человек появился где-то 500 тысяч лет. Потом уже в 70-х годах, когда мы познакомились с раскопками во всех странах, континентах, на всех континентах, стали понимать, что человек гораздо древнее. И уже находки, скажем, в Восточной Африке, восточно-африканский рифт, где были найдены останки прочеловека, которому больше двух миллионов лет. В 1877 году в американском штате Невада, во время разработки золотого прииска, рабочие обнаружили странные кости, структуры, напоминающие человеческие. Самым удивительным оказалось то, что длина берцовой кости составляла без малого метр. При расчетах выяснилось, что при таких размерах останков человек должен был бы обладать трехметровым ростом. В 1973 году водитель бульдозера сгребал верхние слои грунта в одном из карьеров на Аляске. Неожиданно нож его машины снес небольшой холм, оказавшийся древним могильником. Прибывшие на место археологи обнаружили там окаменелые останки человека. Но это были останки какого-то гиганта. В огромном черепе насчитали два ряда зубов. Сама же голова была неестественно сплющена. Скелет трехметрового человека был также найден в окрестностях города Боржоми, в Грузии. Его череп был больше человеческого в два раза. Странные находки шокировали исследователей. Объяснить их происхождение не смог никто. В поисках хоть каких-то зацепок исследователи стали изучать старые архивные документы. Например, записки и дневники археологов предыдущих поколений. Неожиданно один из палеонтологов натыкается в научном архиве Нью-Йорка на старую подписку газеты «Бруклин Таймс». В одном из номеров, датированных 1890 годом, исследователю бросается в глаза любопытная заметка. Остатки угасшей расы великанов. Континент, затонувший в Индийском океане. Только высочайшие пики этой земли поднимаются сейчас над волнами. Но они возбуждают интерес у путешественников и ученых. Это была статья никому неизвестного публициста Уильяма Чорчворда. Отца того самого Джеймса Чорчворда. Который спустя 25 лет окажется в Бенгальском монастыре. И прочтет глиняные таблички с упоминаниями о древней таинственной цивилизации. Заметка была опубликована сразу после знакомства с работами Ле Планжана. Однако статью посчитали газетной уткой и вскоре забыли. А между тем удивительный континент существовал не только в воображении экзальтированного автора публикации. Сказки Тамилов, одной из народностей Индии, повествуют о Южном материке и Великом Исходе, возглавляемом богом Шивой. Материк этот был поглощен морской пучиной и именовался он Хитидой. На самом деле об этой цивилизации, которая так называется и немножко созвучно Хеттом, это тоже, наверное, не случайно, они известны очень мало, потому что обычно упоминают Хитид, Хитит или Хитиду упоминают в одной цепочке, в одной линейке цивилизаций, наравне с Лемурией, Пацифидой, Атлантидой, ну и Арктидой, которая как бы немножко в стороне от этого. Буквально крохи известны о том, что локализация, то есть расположение Хитиды, как бы не представляет сомнений, это, в общем, Индостан. Что же это за Хитиды такая? Исследователи пребывали в недоумении. Позже выяснилось, что под этим названием кроется Лемурия или континент Му. Согласно историческим документам в 1860 году, британский геолог Уильям Бландфорд занимался изучением ископаемых растений в древних породах Африки и Индии. И вдруг он обнаружил между находками удивительное сходство. Но такое было невозможно, так как исследуемые участки суши разделялись многими километрами водного пространства. После размышлений ученый пришел к выводу, что на месте Индийского океана существовал древний континент. Прошло всего несколько лет, и у предполагаемого материка появилось название. Это название дал другой британский геолог Филипп Слейтер. Он предложил наречь таинственный континент Лемурии по имени редких приматов, лемуров. Филипп Слейтер обратил внимание, что лемуры обитают как на острове Мадагаскар, так и в Индии. А между ними огромный океан. При этом на Мадагаскаре, несмотря на близость Африки, флора и фауна совершенно не похожи на континентальное. Вот такой парадокс был отмечен Слейтером. В 1868 году немецкий биолог Эрнст Геккель доказал, что лемуры могли зародиться лишь на материке. А позже ученый пришел к сенсационному выводу. Из пяти ныне существующих континентов, ни Австралия, ни Америка, ни Европа, ни Африка, не могли быть прародиной, так называемым раем или колыбелью человеческой расы. Это была Юго-Восточная Азия. То есть первые люди появились на некоем континенте, ныне находящемся под водами Индийского океана. Тем временем у пропавшего континента появилось и второе имя. В 1895 году Лёп-Лунжон, находясь на полуострове Юкатан, обнаружил надпись на стенах одного из храмов Майя. Когда французский археолог расшифровал надпись, то смог прочитать следующее. Этот храм построен в память далекой земли Му, место рождения наших священных мистерий. Известно только, что люди там жили совершенно другие. Было это очень давно, от 15 века до нашей эры, и вглубь, и намного дальше вглубь. И жили они в основном, как сейчас эзотерики выражаются, в эфирном каком-то теле таком. В физическом теле там практически никого не было. То есть до сих пор не найдено никаких артефактов, ни физических доказательств, ни археологических каких-то находок не было, которые подтвердили наличие вот этой хитиды материально. Действительно, никаких физических доказательств существования таинственной хитиды или лемурии нет. Но так ли это на самом деле? Если принять во внимание результаты исследований биологов об ареале лемуров, абсолютно одинаковых видах растений на Мадагаскаре и полуострове Индостан, плюс находки люпланжона на Юкатане, то этого уже достаточно для реальных предположений существования таинственного континента. Однако, какие подробности удалось узнать Джеймсу Чорчворду в бенгальском монастыре? История умалчивает, сколько времени он потратил на расшифровку текстов с глиняных табличек. Но содержание исследователь не мог скрыть. И даже не пытался. Древние манускрипты рисовали Лемурию, как огромную холмистую страну, простиравшуюся от Гавайев на севере до самой южной части океана, линии, соединяющие острова Пасхи и Фиджи. Длина континента составляла 8 тысяч километров, а ширина почти 5 тысяч километров. Климат Лемурии благоприятствовал человеку. Это были тропические равнины с вечно зелеными пастбищами и возделанными полями при обилии пышной растительности. Вдоль побережья тянулись тенистые пальмовые рощи, а в долинах реки превращались в озера, на зеркальной глади которых распускались священные цветы лотоса. Во всех направлениях, словно нити паутины, расходились широкие ровные дороги, выложенные гладкими камнями, пригнанными друг к другу настолько плотно, что трава не могла пробиться между ними. Весь континент изобиловал яркими красками и жизнью, высшей формой которой были необычные человеческие существа. Их насчитывалось более 60 миллионов. Жители Лемурии слыли высоко цивилизованными и просвещенными. Они обладали даром ясновидения, телепатии, телепортации и могли совершать астральные путешествия. Однако, как это может происходить в реальности, способны объяснить только специалисты в области эзотерики. Мы знаем все прекрасно о том, что человек может входить в состояние медитации. При этом в состоянии медитации, либо просто настроившись на определенные, так скажем, возможности своего организма и сознания, выходить из тела и путешествовать там, где он хочет. То есть пребывать фактически своим сознанием в энергетическом пространстве, не иметь физическую оболочку. Но при этом тело продолжает находиться на земле, допустим, в какой-то позе, некой позе лотоса, или просто в ближайшем положении. Тело при этом замирает, можно сказать. То есть это практически равно состоянию комы. Человек практически не дышит, ему не требуется пища, не требуется там вода или еще что-то такое. А сознание при этом может пребывать в любом мире, в любом виде, исследованием заниматься любыми. По некоторым версиям, лемурийцы являлись представителями загадочной страны Шамбалы. Эту страну когда-то очень хорошо описал русский востоковед путешественник и художник Николай Рерих. Он рассказывал, что обитатели Шамбалы могут исчезать или появляться как угодно и где угодно. Современные ученые давно занимаются опытами по переходу из физического мира в тонкие и утверждают, что это возможно. Кроме того, лемурийцы умели использовать энергию солнца и кристаллов, а также сверхзвуковые частоты. Но наука не играла большой роли в их жизни. Они стремились к единению с природой. И из природы черпали свои силы и возможности. В переданных монахами Чорчеварду Глининах табличках есть упоминание о том, что лемурийцы были способны обогнать любое животное, потому что перемещались, используя полностью сенсорную возможность для бега. Они проецировали направление движения с помощью своих ощущений и выбирали путь наименьшего сопротивления. Лемурийцы не тратили ни одного усилия впустую. Кроме того, обитатели таинственного континента освоили левитацию. То есть они могли преодолевать гравитацию и поднимать собственные тела над землей, а затем мгновенно перемещаться в пространстве. В древнеиндийских источниках есть много упоминаний о левитации и о способностях людей приподниматься над землей без каких-либо механизмов, зависать и даже передвигаться по воздуху. Левитацию сейчас можно продемонстрировать. Люди обладают определенными знаниями о левитации и умеют это делать. Нужно понимать, что весь наш физический мир на самом деле это энергия. Энергия просто в такой, в конечной форме. Но тем не менее она движется. И с этой энергией можно взаимодействовать. Никто не мешает нам сделать так, чтобы наше тело потеряло вес, либо чтобы мы путем взаимосвязи с землей, земной поверхностью могли приобрести состояние, позволяящее нам превзойти гравитацию. В этом земном рае люди верили в бессмертие души. Считалось, что после смерти она возвращается в тот самый великий источник, откуда когда-то вышла. При этом обитатели Лемурии никогда не болели и жили более ста лет. В расшифрованных Чорчвордом древнеиндийских манускриптах упоминается и о семи главных городах таинственного континента. Безусловно, это были центры науки и религии, образования и торговли. Храмы в Лемурии создавались из резного камня и не имели крыш. Их можно считать храмами Солнца с обязательным условием, чтобы лучи небесного светила освещали молящихся. Огромные полупрозрачные дворцы создавали ощущение вечности и непоколебимости. А внушительные монументы-монолиты украшали городские пейзажи. Но был еще один город. В самом центре континента. Назывался он Терра. Это был секретный объект, поскольку вся его инфраструктура находилась в глубоком подземелье. Мало кто знал об этом, но создавался город Терра неспроста. В один определенный момент он сыграет свою роль в судьбе обитателей Лемурии. И еще. Общались лемурийцы между собой бессловесно. И это тоже была одна из отличительных особенностей процивилизации нашей планеты. При этом безмолвный разговор мог происходить между собеседниками, даже если они были вне поля зрения относительно друг друга. Дело в том, что на этом уровне общаются и наши цивилизации, и особенно точно уже известные цивилизации древности. Потому что раньше не было технологий подобных современных, таких как мобильный телефон, интернет. А люди довольно-таки хорошо владели методикой передачи мыслей на расстояние. То есть и сейчас можно общаться с помощью мыслей на любом расстоянии. То есть при этом расстояние роли не играет. Достаточно настроиться друг с другом, и можно свободно общаться. На континенте жило несколько раз. Людей с желтой, коричневой и даже черной кожей. При этом основными обитателями были бледнолицые с большими глазами и рыжими волосами. Лемурийцы путешествовали по всему миру на больших кораблях и создавали колонии и цивилизации в Атлантиде, Америке и на Ближнем Востоке. Но однажды произошла чудовищная катастрофа. Огромный континент под воздействием землетрясений и изрыгающих раскаленную лаву вулканов рассыпался на множество осколков. Часть осколков ушла на дно, другая часть осталась над поверхностью океана, превратившись во множество больших и малых островов. Сам центр Лемурии остался, но медленно уходил под воду, практически на самое дно Индийского океана. Затем поднялось беспощадное двухкилометровое цунами и смыло города, селения, людей, уничтожило растения и животных. Во всяком случае, именно так описывают глобальную катастрофу и гибель континента древние тексты на глиняных табличках, расшифрованные британцем Джеймсом Чорчвордом. Так ли это было на самом деле, судить сложно. Сегодня трудно вообще говорить о том, от чего могли гибнуть цивилизации в доисторическое время. То есть, если сегодня мы можем вычислять просто тайфуны с точностью до дня, там и какие-то катаклизмы природные, и предсказывать некоторые вещи типа цунами с точностью до нескольких дней, например, но не больше, то применительно к тому времени это вообще невозможно никак использовать, потому что тогда непонятно, какие вообще законы природы действовали. То есть, может быть, тогда была другая физика Земли, другая биология тех существ, которые жили. Согласно выводам Чорчворда, просуществовала Лемурия Безмалова 4,5 тысячи лет. При этом еще очень долго над Индийским океаном возвышалась центральная часть континента и последний уцелевший город Таро. Когда началась катастрофа, городские власти раскрыли секретные входы в его туннели, раздвинулись каменные ворота в скалах, откинулись крышки люков над потайными колодцами, которые вели к центру Земли. И главный лемурийский вождь под гипнозом увел десятки тысяч людей и животных в подземные города, спасая их от верной гибели. Там им предстояло переждать величайшую катастрофу и затем перебраться подземными путями на другие континенты. Там, в чреве Земли, им предстояло прожить не одно десятилетие. Да, там могла быть и высокая культура. Естественно, под землей люди освоили это пространство, развивались ремесла. Прежде всего, люди, жившие в пещерах, они как бы были ближе к рудам различным, добывали металл и, естественно, там же и обрабатывали этот металл. Вулканы продолжали извергать раскаленные камни и пламя, посыпая кругу пеплом. Но их рычание становилось все тише, а появлялось оно все реже. Земля быстро покрывалась свежей растительностью. Прошло время, и из подземных городов поднялись на остывающие от лавы поверхность планеты уцелевшие люди и животные, постепенно расселяясь по новым континентам. А небольшая часть лемурийцев успела перебраться на западные острова. Которые спустя некоторое время соединились с другими частями суши, образуя новый континент, Атлантиду, впоследствии также канувшую в океанскую пучину. А от самой лемурии остались лишь нынешний Мадагаскар, Цейлон и небольшие клочки Земли в Индийском океане. Но это всего лишь предположение, так как факт существования таинственного континента с процивилизацией Земли до сих пор никем не признан. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok